Всех приветствую, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрий Коттс. Мы сегодня будем смотреть игрушенцию под названием Surviving Mars. Вышла она в стиме 15 марта 2018 года. По жанру является стратегией выживания космосимулятора. И добро пожаловать домой. Пришло время высадиться на Марсе и основать первую в истории человечества действующую колонию на Красной планете. Все, что нам необходимо, это припасы, кислород, десятилетия упорных тренировок, навык выживания в песчаных бурях и, естественно, очень много терпения. Так значится у нас в описании по стиму. Ну что, друзья, появилась у нас эта игрушка. Это очень хорошо. Я так понимаю, что она напоминает чем-то игрушенцию Planet Base, которая была у нас на канале, но здесь все графонистее, все намного лучше по звуку, все намного лучше по механике игры. Очень все похоже. Я думаю, что поиграем. Давайте перейдем сейчас в новую игру. Два этапа обучения я прошел. Понятное дело, что сделал я это все, ну, бегло как бы, но я думаю, что вместе с вами мы разберемся, что здесь необходимо делать дальше. Поэтому ваши советы, как всегда, в комментариях приветствуются. Бонус за сложность 20%. Организатор миссии, международная программа освоения Марса, командующий, ракетостроитель, логотип колонии. Так, давайте посмотрим. Это все можно, я так понимаю, изменить. Эколог случайно. Ну, давайте, давайте начнем, наверное, со сложности очень низкая. Здесь так значится, да. Бюджет 30 миллионов, очки науки за СОЛ 300, цена редких металлов 25, первые добровольцы 200, вместительность ракеты 7. 70 тонн. Колонисты не скучают по земле, пассажирские ракеты привозят больше еды, рейты 10, ракеты синтезируют топливо. Дополнительная ракета в начале игры и дополнительная технология углекислотный реактивный двигатель. Едем дальше. Полезный груз, модульные постройки, 1150 миллионов. ДУ-самоход, ДУ-разведчик нам дается, ДУ-транспортер, дрон, бетон, металлы, пища, полимеры, запчасти, электроник, орбитальный зонт. Количество, ребят, вы сейчас видите все на своих экранах. Здесь можно изменить название ракеты. Я этого делать, наверное, не буду. В этом нет никакого смысла. Может быть, это можно сделать потом или, может быть, не стоит этого делать вообще, ребят. Поэтому едем дальше. И здесь нам необходимо выбрать место посадки. Я так понимаю, что ориентироваться нужно по вот этим вот меточкам. Ну, давайте посмотрим, что здесь есть. Жемчужная земля Альфа, Ксанфа Альфа. Дальше у нас тут есть Маринер Альфа. Выбрать другой участок, повернуть. Ну, в общем, много здесь, видите, мест посадки. Элизиум Бета, Элизиум Альфа, Сиренум Бета. Не знаю, ребят. Давайте, мне очень понравилось вот это вот название. Жемчужная земля Альфа. И, собственно, на нем мы и будем, наверное, заселять нашу колонию. Средняя высота минус 1737. Средняя температура минус 1. Рельеф относительно плоский. А ресурс металлов достаточно. Бетона много. Воды тоже, оказывается, много. Это очень хорошо. Угрозы. Пыльные вихри. Немного пылевые бури. Немного метеориды. Ну, метеориты, астероиды, да, видимо. Много. Аномальная холода тоже, тоже по минимуму. Окей, меня, в принципе, это все устраивает. Бонус за сложность 45%. Поехали, друзья. Какие классные, да, обойки типа у игры. Можно хоть на рабочий стол ставить. Нужно будет собрать, наверное, сделать какую-то подборочку. А с прибытием на Марс, командующий штаб, записи 1. С прибытием на Марс. Все в штабе с нетерпением ждут часа, когда можно будет увидеть посадку ракеты, выгрузку ее драгоценной ноши, дроны и самоходов, наших удаленно управляемых глаз и рук на Красной планете. Нам предстоит заложить фундамент нового поселения, создать первый марсианский купол. Этот громкий и дерзкий проект позволит отважным первопроходцам-основателям прибыть на Марс и доказать, что там может существовать колония. Мы должны проследить, чтобы к прибытию людей на планету в будущей колонии было запасено достаточно строительных материалов воды, кислорода и энергии. Организатор миссии – международная программа освоения Марса, командующий – ракетостроитель. Закрываем эту штуку. И теперь, видимо, будет работать система обучения в новой игре, потому что есть отдельно, значит, обучалка, как бы, да, по этапам. Там сбор ресурсов, постройки типа и так далее. Как я уже говорил, я парочку прошел. А сразу, ребят, забегая наперед, скажу, что все вот эти плашечки, я их буду читать, потому что без этой... В этой игре без этого никуда. И многие спрашивают, зачем ты это делаешь, если все видно на экране. Я напоминаю, друзья, что многие смотрят стримы и видосы на планшетах или на телефонах, на смартфонах. Соответственно, там все будет очень мелкое и нечитабельное. И сама по себе игрушка такая, что здесь нужно постоянно все это читать, а не делать бездумно. Возможно, если мы будем с вами разбираться, если я буду разбираться, то когда-нибудь, кому-нибудь, где-нибудь это обязательно пригодится. И он мне скажет за это спасибо, за то, что я прочитал, объяснил, попытался во всяком случае. Но сразу говорю, тупиков будет очень много, и те люди, которые наиграли по 400-600 часов, просьба отнестись к этому с пониманием. Потому что играю в игру я в первый раз, а все вы умные, когда уже позади очень много часов геймплея. Ну что, давайте пробовать. С прибытием на Марс давайте выберем посадочную площадку для ракеты. Мы уже нашли хорошее место и выполнили сканирование ресурсов. Чтобы выбрать ракету, нажмите выделенный значок в нижней части экрана. Говно вопрос. Давайте, готова к посадке полезный груз. ДУ-самоход, ДУ-разведчик, ДУ-транспортер, Дрон СУ-дронами, Выпариватель, Генератор и Стирлинга. Хорошо, поехали. Видимо, где-то здесь у нас и будет приземляться наша ракеточка. Давайте мы ее поставим где-нибудь, 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 где-нибудь. Ну тут сюда ее сажать точно как бы не вариант, да? Давайте поставим ее где-нибудь, где-нибудь вот здесь. Почему, собственно говоря, нет. Так, ракета идет. Что касается камеры. Я надеюсь, что обучалка по камере тоже будет. Но, в принципе, и так все понятно. Зажимаем скролл. Вот так мы можем все это вертеть, крутить. Нажимаем М, отдаляем. Нажимаем опять М, приближаем. Слушайте, а мы не в том секторе с вами высаживаемся вообще в соседнем. Прикольно. Ладненько. Вот, да, нам показывают управление камерой, смещение влево-вправо. В принципе, все работает это стрелочками. Для того, чтобы прокрутить вот так вот, нужно зажать скролл, либо альт, как нам здесь говорят. И, естественно, подвигать нашей мыши. Ну что, ребят, ракета у нас приземлилась. Это просто замечательно. Выглядит все достаточно эпично. У нас целая куча дронов. Дроны автоматические рабочие аппараты, которые собирают ресурсы, возводят постройки, производят техническое обслуживание. Работа дронов контролируется из центра управления. Дум самохода или ракеты. Эти аппараты самостоятельно выполняют поставленные задачи в рабочей зоне своего пункта управления. Я подозреваю, что этим дроном необходимо добывать вот эти вот ресурсы. И, естественно, нужно, наверное, их как-то сюда послать. Давайте попробуем. Так, тебя сюда, тебя сюда. И тебя, наверное, тоже сюда. Пусть они куда-то едут. Есть режимы ускорения, друзья. Точно так же, как это было в Planet Base, Planet Coaster и Ежесними. Нажимаем на плюсик. Все это работает быстрее. Нажимаем на минус. Работает медленнее. Соответственно, говорит нам об этом стрелка в левой нижней части экрана. Если мы нажмем пробел, мы ставим на паузу. Если нажмем еще один раз минус, тоже ставим на паузу. Но пауза нам не нужна, поэтому едем дальше. Здесь нам пишут, что нужно выбрать разведку. Выберите сканируемый сектор. Или ученые ничего не исследуют. Выберите технологию. Биотехнологию. Давайте разберемся сначала с сектором. Значит, изучим тот сектор, в котором мы находимся. И еще парочку соседних. Видите, можно выставлять таким образом очередь. Ну, я так понимаю, до 20 или до скольки-то там. Но вот это, наверное, будет уже лишнее. Давайте пока изучим 4. Ну, еще получается 3 сектора. И будем разбираться дальше. По исследованию. У нас ничего не производится. Давайте смотреть, что у нас здесь есть. Биотехнологии. Грибы для среды с низкой гравитацией. Новая постройка. Грибная ферма. Располагается вне купола. Дальше инженерия. Топливо повышенной эффективности. Грузоподъемность ракеты увеличивается на 10 тонн. Робототехника. Оптимизация транспорта. ДУ-транспортер собирает ресурсы быстрее. Максимальный объем транспортного отсека увеличен на 15 единиц. Физика. Ветрогенераторы для среды с низкой гравитацией. Социальная. Марс в прямом эфире. На Земле будет появляться больше добровольцев. Мне кажется, что качать нужно все-таки изначально робототехнику. Пошел у нас прогресс. Для исследования необходима косарь. Косарь вот этих исследовательских очков. Удаленность некоторых месторождений подталкивает к тому, чтобы оптимизировать транспортный самоход. Давайте этим заниматься. Я надеюсь, что эта тема будет вся развиваться. Ну, собственно говоря, пока все идет достаточно неплохо. Но у нас ничего не происходит. Вот эта штука очень интересная. Если мы перейдем сейчас в установку или изготовление построек. И перейдем еще куда-нибудь вот сюда. То нам необходим бетонный экстрактор. Извлекает из природных залежей богатый серый реголит. И производит бетон. Все экстракторы поднимают нога пыли, которая оседает на ближайшей постройке. Цена 6. Расход 5. Обслуживание 1. Базовая производительность 20. Поставить его, ребят, нужно как раз-таки на давайте постепенно. Если мы выберем этот значок, здесь у нас пишется, что рекомендуемая постройка бетона экстрактора. Экстракторы бетона производят бетон автоматически. Однако для их работы все равно требуется энергия и обслуживающие дроны. Поместите бетонный экстрактор рядом с залежами реголита. Их можно узнать по желтой почве в сканировании. В сканированном секторе. Хорошо. Значит, берем бетонный экстрактор, покрываем полностью всю эту желтую зону, устанавливаем. Но этого, друзья, нам недостаточно. Плюс нужно как-то разгружать еще ракету. Для этого потребуется нам универсальный склад, который найти мы можем где-то вот здесь. Универсальный склад вмещает 30 единиц каждого перевозимого ресурса. Часть ресурсов будет перевозиться на другие склады в пределах рабочей зоны дронов. Вот давайте мы, наверное, сюда это все и закинем. Вот таким вот образом поставили. Смотрите, дроны у нас оживили. Сейчас они будут все наши прибамбасы, которые здесь имеются, перевозить на вот этот вот склад. И это очень хорошо. Давайте ознакомимся с нашими транспортами. С нашим транспортом, другим, более тяжелым. ДУ-разведчик. ДУ-разведчики могут анализировать аномалии, которые встречаются на поверхности Марса. Управлять разведчиками можно с помощью кнопок на панели данных или используя правую кнопку мыши. Следующий транспорт. Это самоход. Служит мобильной базой дронов. Его можно перемещать с помощью кнопки «Двигать взаимодействовать» на панели данных аппарата, а также щелчком. И третий, ребят, это ДУ-транспортер. ДУ-транспортеры применяются для перевозки ресурсов на большие расстояния или сбора ресурсов вместо рождения на поверхности. Управлять ими можно с помощью кнопок на панели данных или используя правую кнопку мыши. Транспортер может регулярно курсировать между двумя заданными точками на карте. То есть мы можем задавать вот такой вот маршрут и давайте мы это сделаем. Значит, если мы возьмем маршрут, поставим его вот сюда, загружаем мы здесь, значит, бетон, раз здесь добывается у нас... Подождите, нет, сначала я тороплюсь. Нам нужно поставить склад для бетона. Бетонохранилище. Установим мы его где-то вот здесь вот рядышком. Вот таким нехитрым образом. А вот только сейчас, вот только теперь, вот только теперь нам нужно посылать ДУ-транспортер через маршрут сюда загрузить ресурс в бетон и сюда выгрузить ресурс. Вот, видите, то есть он будет выгружать слитки сюда, но это будет происходить только тогда, когда у нас этот бетонно-изготовительный завод, он изготовится. Вне радиуса действия ЦУ-дронами. ЦУ-дронами тоже можно будет установить. Находится это у нас где-то, где-то, где-то все. Ху, давайте вспомним, где это у нас все находится. Наверное, где-то вот здесь, да? Ветрогенератор накопительный. Нет, 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 нет. Вот, ЦУ-дронами. Значит, устанавливаем это где-то так, чтобы это захватывало полностью, полностью все. Видите, появилась зона. И сейчас они будут его, собственно говоря, строить. Давайте мы с вами подускоримся. Транспортер уже на готове, но завод ничего не происходит, потому что его пока не существует. Они сейчас будут изготавливать ЦУ-дронами. Это стройплощадка. Дроны возведут в заказанную постройку, как только на стройплощадке. Так, не работает. Осуществляет управление дронами, распределяя между ними актуальные задачи. Нам необходимо сюда поставить, наверное, еще одну интересную штуку, которая называется генератор стирлинга. Мы его соединим силовыми кабелями, кабелями, для того, чтобы все это отлично функциклировало. Устанавливаем сюда. Сейчас они примутся за его постройку. Перейдем теперь. Возьмем силовые кабели. Соединяем источники энергии с постройками и потребителями с помощью энергосетей. Ну и, собственно, протягиваем вот таким вот нехитрым образом. Все, ребят. Сейчас энергия поступит, когда они провода тоже замутят. И эта штука будет работать. То есть, это такая себе, знаете, станция управления этими самыми дронами. Без нее как бы вообще никуда. Так, вы куда все поехали? Ёпта. Делайте мне провода. Быстрее. Быстрее делайте мне провода. Так, ускоряемся. Еще. Неработающие постройки. Нормально. Все, сейчас все будет. Вот. Ресурс. Проблема с транспортировкой. Высокая загруженность дронов. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Давайте перейдем сейчас в исследование и посмотрим, что у нас здесь происходит. Исследование идет. Не быстро, но идет. Я предлагаю посмотреть. Пока что сектор у нас сканируется. Просканирован на 38%. Нужно еще ждать. А сейчас у нас изготавливается завод. Сейчас, ребят, у нас изготавливается заводик. Так, здесь все зафункциклировало. Уже как бы хорошо. Но что нам делать дальше? Свобода 1. Можно, наверное... Нельзя, да? Нельзя сменить приоритет. Разрешить запретить экспорт. Автоматический режим. Запуск. Высокая загруженность дронов. Ну, хорошо. А что с ними делать-то? Сюда тоже нужно будет поставить, наверное, какую-нибудь солнечную панель или что-то в этом вроде. Бетонный экстракт развлекает из природных залежей богато серой эреголит. Все экстракторы поднимают много пыли, которая оседает на ближайших постройках. Поэтому строить солнечную панель, наверное, не вариант. Так как ее придется периодически чистить. Я предлагаю здесь поставить еще один генератор стирлинга. Вот таким вот нехитрым образом. И соединить его при помощи силовых кабелей. Вот так вот. Так, все ли правильно? Почему осветилось в красной, в красной, в желтой зоне? Я не очень понял. Ну, транспорт пока стоит. Транспорт, ребята, пока стоит. Рекомендуемая постройка – исследовательская вышка. Исследовательские вышки существенно ускоряют сканирование близлежащих секторов, а также заранее предупреждают о надвигающихся бедствиях. Учтите, что для работы исследовательских вышек требуется электроэнергия. Это значит, что их надо подключить к источнику питания. Например, большой солнечной панели. Это будет, ребята, наша следующая цель. Давайте сейчас смотреть, где это все у нас находится. Все, завод бетоноэкстрактор у нас заработал. Сейчас это все будет погружаться непосредственно на наш ДУ-транспортер. Может быть, его нужно переназначить? Слушайте, давайте еще раз попробуем. Загружаем ресурс и выгружаем мы его, ребят, так-так-так-так-так, не сюда. Выгружаем мы его где-то здесь. Да? Смотрите, будет он возить, но возить он будет по три штуки, что ли. Может быть, как-то можно назначить до полной загруженности. Выгрузить ресурсы, так, загрузить, отдать команду, переместить, взаимодействовать. А есть заряд, кстати, этого ДУ-транспортера. Ну ладно, пусть возит по одному какого хера, потом разберемся. Шлак. Вместе с ресурсами... Нет, подождите. Сначала шлак нас не интересует. Нас интересует с вами вышка и солнечная панель. Большая солнечная панель у нас устанавливается... Так, а где у нас вышка-то? Вышечка-то у нас где-то тут была. Была у нас тут вышечка. Вышечка была у нас тут. Водонапорная башня, вентиль. А где эта вышка находится? Накопитель энергии. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Все не так, подожди. Подожди, не торопи события. Вентиль. Свалка. Найдены новые аномалии. Сейчас поедем исследовать. Все будет хорошо. Вот она, исследовательская вышка. Смотрю книгу, как всегда, вижу фигу. Повышает скорость сканирования, в особенности при работе с ближайшими секторами. Предупреждения о надвигающихся бедствиях появляются раньше, чем оставляет... Что оставляет больше времени на подготовку к встрече с ними. Давайте мы ее поставим где-нибудь вот здесь. И тут же нам еще нужна солнечная панель. Но базовая производительность 2, а здесь 5. Сколько на исследовательскую вышку необходимо? Расход 2. Слушайте, да, мы поставим сейчас маленькую... Маленькую панелечку. Маленькую панелечку поставим вот здесь вот рядышком. Пусть она пока здесь у нас стоит. Отлично. И все это мы с вами соединяем силовыми проводами. Вот таким нехитрым образом. Так, здесь, в принципе, все работает. Аномалия. Ребят, можно аномалию, значит, при помощи ДУ разведчика, видимо, исследовать. Давайте пробовать. Оп, поехали. Хорошо. Ну, колония живет, что уже как бы типа и неплохо. Уже как бы и неплохо. ДУ разведчики могут анализировать аномалии, которые встречаются на поверхности Марса. Это понятно. Приоритеты. Приоритеты задаются на панели данных отдельных зданий и построек. Дроны будут стараться сначала выполнять более важные задания. В случае перебоев со снабжением постройки с повышенным приоритетом будут получать ресурс и энергию в первую очередь. А шлак, это то, что мы не успели с вами прочитать. Вместе с ресурсами экстракторы добывают шлак, который можно сваливать на свалке или прямо вокруг экстракторов. Если у вас мало дронов и они не успевают вовремя вывозить шлак, экстракторы временно прекращают работать. Значит, свалку мы можем, ребят, поставить с вами, наверное, где-то вот здесь. Слишком далеко от работающего ЦУ дронами. Хорошо, давайте попробуем поставить где-то... Это неизученный сектор, да? Блин, а как бы нам так тогда, чтобы все красивенько было? Достигнута важная веха, просканирована аномалия. Давайте здесь свалку поставим, почему нет? Пусть находится где-то здесь. Так, исследовательская вышка у нас уже есть. Это очень хорошо. Давайте проверим, насколько быстро у нас проходят здесь работы сканирования. Почему здесь у нас осталось, непонятно. Сектор просканирован на 55%. В принципе, ничего не предвещает беды. Как бы уже типа и неплохо. Но что нам нужно делать дальше? Эта штука у нас работает. Насколько я понимаю, солнечная панель ночью будет сворачиваться. И, естественно, ничего не будет происходить. Нам бы по-хорошему поставить какую-нибудь ветротурбину. Которые здесь тоже, естественно, имеются. Выглядит это все вот так. Ветрогенератор. Вырабатывает энергию. Пылевые бури и расположение на больших высотах повышают производительность. Цена 4, видимо, бетона. Обслуживание 0,5. Базовая производительность 5. Давайте мы, наверное, тоже поставим. Или попозже. Пока-то, наверное, не нужно. Добыча воды. Воду можно добывать с помощью акваэкстракторов и выпаривателей. Давайте сразу смотреть, где это все находится. А находится это все, ребят. Находится это все у нас. Вот. Акваэкстрактор и водонапорная башня. Первые устанавливаются поверх подземных водоемов. Вторые нужно вести с земли в виде модулей на грузовых ракетах. Желательно построить водонапорную башню в качестве хранилища на непредвиденный случай. Сектор J5 просканирован. Нам дают... Там вода, ребят. Вода найдена. Все постройки системы жизнеобеспечены. Соединяются трубопроводом. Хорошо. Слушайте, походу нам сейчас это как раз и пригодится очень сильно. Я так понимаю, что сюда нужно установить... Давайте прочитаем, чтобы ничего не перепутать. Подземные водные резервуары можно разрабатывать акваэкстракторами, для работы которых требуется энергия, обслуживающие дроны. Поместите акваэкстрактор рядом с залежами водяного льда. Давайте сделаем акваэкстрактор. А слишком далеко от работающие ЦУ дронами. Ничего страшного. Мы сейчас поставим еще один ЦУ где-нибудь здесь. Находится, я так понимаю, он вот уточки. Для этой постройки требуются модули. Привезите дополнительные модули с земли на ракете или исследуйте соответствующую технологию. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, давайте смотреть, какие тут есть у нас с вами еще технологии. Усиление экстрактора. Улучшение экстрактора. Усилитель увеличит производительность на 25%. Требует при этом повышение энергоснабжения на 10%. Давайте. Давайте исследовать. Может быть он добьет, дотянет все-таки. Я могу посмотреть здесь зону? На 10% наверное нет. Он не доплывет сюда. Вот если бы мы поставили ракету ближе и все остальное поставили ближе, тогда бы мы с вами зацепили водичку. А пока, ребят, все тщетно. Неработающие постройки. В чем, собственно говоря, проблема? Оптимизация транспорта. Так, давайте глядеть, что у нас тут исследуется. Исследуется следующий сектор. Я предлагаю исследовать еще близлежащее. Лежащее вдруг вода будет найдена где-нибудь и там тоже. Да? Вот этот третий будет. А вот этот вот четвертый. А вот этот пятый. А вот этот пятый, друзья. Так, что у нас с ракетой? Что у нас с ракетой? По заправке 2260. Этого ой как недостаточно. Но! Но! У нас есть способ разрешить, собственно говоря, ситуацию. А куда все? А, все нормально. Все нормально. Как можно загружать его до полного? Но он возит 2,5 из 45, ребят. Как-то это, да, прям вообще не алло. Так, что насчет дронов? Подождите. Значит, открепить элемент от панели быстрого доступа. Запаковать дрон для перевода. Распаковать дрон. Сменить приоритет. Я бы ему поставил какую-нибудь... То есть мы их все выбрали. Нужно как-то сделать так, чтобы они не возили бетонные слитки. Грузовая ракета может доставлять грузы для колонии на протяжении всего времени ее существования. Например, особые ресурсы, вроде полимеров, запчасти, электроники. Чтобы заказать грузовую ракету с земли, воспользуйтесь меню снабжения. Используйте меню снабжения. Так, а я типа все открепил, короче, здесь, да, походу? Откреплен. Прикрепите элемент к панели быстрого доступа. Но мы их прикрепили к этому ДУ. Хорошо. А куда нам нужно снабжение? Может быть, куда-то сюда перейти? Выберите грузовую ракету. Погрузите необходимые предметы. Учитывайте вместительность аппарата. Размер своего бюджета. Выбирайте вдумчиво, потому что количество ракет ограничено. Да и лететь им приходится тоже очень много. А грузовая ракета. Давайте мы попробуем с вами сейчас вложиться в бюджет. И нам с вами необходимо... ДУ-транспортер, ДУ-разведчик. Слушайте, а может быть, пока этого не делать? Знаете, к чему мы можем прикрепить еще наши дроны? К вот этой вот интересной... Нет, к вот этой. Или к какой? К какой-то другой штуке. Сейчас мы попробуем с этим разобраться. Самоход нас не интересует. Так, это у нас ДУ-разведчик. Способен анализировать. Подождите, давайте перейдем. Да, видите? Видите как? То есть он передвигается. Он передвигается, и получается, что мы можем... А ты не хочешь как-нибудь сюда? А ну давай, мы сейчас дронов перевезем сюда. Они же будут закреплены к нему, и тогда получится, что вот эта штука начнет у нас строиться. Ведь все логично. Самоход. ДУ-самоход служит мобильной базой дронов. Его можно перемещать с помощью кнопки. Да-да-да-да-да-да-да. Именно это я и хотел сделать. Подъезжаем сюда. Вот они, дроны, ребят. Вот они, дроны. Сейчас они должны, по идее, изготавливать... Так, подождите. А что для этого необходимо? Нужен бетон и две запчасти. Я знаю, что нам нужно делать. Я знаю, ребят, что нам нужно делать. Стоять. Ты едешь сейчас к складу. К складу. К складу ты едешь. Возвращайся обратно, твою мать. Так, я надеюсь, вот эти ребята, они пока остались... Да, они здесь тусят. Ну, вернись! Это же все так просто. Вот, он возвращается. Значит, загружаем ресурс. А сколько нам его надо? Блин, нужно как-то... А, все, вижу. Значит, запчасти, смотрите. Загружаем запчасти. Все, этого достаточно. Автосохранение у нас прошло. Теперь загружаем бетон. И везем это туда, куда нам это необходимо. Погнали, дружище. Сейчас дроны будут добывать у нас водичечку. Приезжай. Так, нам необходим здесь, наверное, еще один универсальный склад. Давайте мы попробуем его с вами построить, что ли. Но для его постройки что-то... Что-то еще нужно. 30 единиц каждого перевозимого. Давайте поставим. Так, смотрите. Значит, они начинают строить эту штуку. Которая называется... Давайте узнаем, как. Потому что я опять забыл. Находится она у нас. Акваэкстрактор. Господи, нужно запоминать все эти названия. Так. Это что-то типа наподобие колодца. Но его нужно будет сейчас подключить к электричеству. Потому что электричество-то как бы нет. Вот. Видите? Необходимо электричество. Давайте мы здесь поставим... Давайте мы здесь с вами поставим. Поставим мы здесь. Генератор стилинга не получится. Сектор J7 просканирован. Слушайте, давайте солнечную панельку тогда хотя бы установим. Чисто в теории все должно быть хорошо. Устанавливаем. Теперь нам необходимы еще силовые кабели. Вот так это все протягиваем. И сюда мы поставим какую-нибудь... И сюда мы поставим какую-нибудь... Я не знаю. Водонапорную башню. Она же тоже типа нужна. Где-то рядом. Давайте посмотрим, что у нас с акваэкстракторами. Не-не-не-не-не-не-не. Подожди. Ты чего? Извлекает воду. Вот, поднимают много пыли, которая оседает на ближайших постройках. То есть она будет оседать. Видите, как мы с вами не учли. Ну ладно, ничего страшного. Значит, здесь у нас нужно поставить водонапорную башню. Ну, рядом же нужно будет ее установить, правильно? Давайте поставим рядышком. Вот, стройка пошла. Стройка, ребят, пошла. Но нам не хватает запас энергии. Выработка всего два. А здесь необходимо... А, мало энергии, ребят. Необходимо аж целых пять. Ну так даже лучше. Получается, что вот эту штуку я смогу сейчас утилизировать. И поставить большую солнечную панель. Большую солнечную панель. Вот такую вот. Мы ее устанавливаем где-то... Где-то подальше мы ее поставим. Аж вот здесь. Что с проводами? Просто протянуть дальше как-то? Пересечение с объектом. Так, а он будет ее как-то разрушать или нет? Здесь необходимы трубы. Сектор F7 просканирован. Ресурсов не найдено. Обидно. Нет! Давай убирайся! Какого хрена? Восстановите объект. Я не хочу восстанавливать объект. Я хочу, чтобы он вообще пропал полностью. Он его разберет? Или эта шляпа так и останется здесь? Что за бред? Давайте разбираться с трубами теперь. Значит, трубы у нас находятся где-то... Где-то здесь. Вот он наш трубопровод. Это значит, что я могу... Вот так вот. Ой, как некрасиво получается. Слушайте. А может быть попытаться сделать как-то это вот... Да, так поинтереснее. Связь с постройками. Трубопровод у нас есть. Построили заводик. По выработке всего этого дела. Ну и теперь нужно будет подключиться же силовыми кабелями. Давайте попробуем как-то все это выкрутиться из этой ситуации. А вот так вот и выкрутимся. Вполне себе годно получается. Если что, мы подключим потом еще одну солнечную панель. Мы ее просто с вами восстановим. Все, ребят, здесь работа кипит. Давайте перейдем сейчас непосредственно в исследование. Усиление экстрактора, физика. Тут все понятно. А исследование идет дальше. Давайте посмотрим, как у нас происходят дела по сканированию. Я вижу здесь аномалию. Для этого нам необходим ДУ-разведчик. Разведчик дистанционного управления. И находится он у нас, ребята... Находится он у нас... Ну да, это он и есть. Идемте изучать аномалию. Пам-пам. Послали. Все, поехал. Давайте смотреть дальше. Добыча кислорода. Кислород можно добывать из атмосферы с помощью установок МОКСИ. Так как кислород жизненно важен для будущих колонистов, настоятельно рекомендуется создать кислородный бак для его хранения. Все постройки системы жизнеобеспечения соединяются трубопроводом. Это, в принципе, изично. Но тут ситуация какая. Мы поставим кислород, наверное, где-то здесь. Давайте смотреть, где у нас есть установка МОКСИ. Мы ее нашли. Цена 5, расход 2, обслуживание 2. Придется поставить, наверное, еще одну какую-нибудь панель. А не подключен кабель. Ничего страшного. Мы его подключим. И теперь нам еще нужен кислородный бак, который установим где-нибудь... Где-нибудь вот так вот рядышком. Пусть это все строится. Трубопровод у нас будет немножко попозже. Судя по всему, генератор слинга я поставить не могу. Но я могу поставить большую солнечную панель еще одну. Следовательно, добыча кислорода. Подождите. Установка МОКСИ. Она поднимает пыль или нет? Мне кажется, что это нужно как-то учитывать. Не работает во время пылевых бурь. Ладно, ничего страшного. Я поставлю сейчас еще одну... Еще одну солнечную панель. На этот раз большую. Где-то вот здесь вот рядышком. Где-то вот здесь, наверное, ребят, я ее поставлю. Для того, чтобы можно было потом как-то ее подключать. И к другим модулям тоже. Слушайте, давайте мы попробуем с вами сохранить. Сохраняемся. Вот сюда. Окей. Мы живем 7 сол. Замечательно, друзья. Анализ аномалий завершен. Получено очков полторы тысячи. Это хорошо. Давайте возвращать наш разведчик обратно. А я пока посмотрю, что у нас тут еще есть. Нет, ребят. Пока все сканируется. Проблема с транспортировкой. Высокая загруженность дронов. А ничего страшного. Как у нас обстоят дела с водой? Значит, солнечная панель работает. Аквадобывающий завод тоже работает. Доступно улучшение постройки. Чтобы заказать улучшение постройки, нажмите кнопку улучшения в правом верхнем углу в панели данных постройки. Постройки. Это где? Усилитель. Плюс 25 к производительности. Расходы на улучшение. Два чего-то там. Это особые ресурсы. Производство и расход. Также другие показатели особых ресурсов. За последний соус не указано иначе. Пока, ребят, не будем улучшать. Давайте смотреть, какой запас воды у нас закидывается непосредственно в нашу водонапорную башню. Сектор сканирован. И теперь силовые кабели, которые нам пригодятся для того, чтобы соединить все эти постройки. Я так понимаю, что и бак, собственно, и... Так, здесь готово. Панелька, видите, все равно спряталась. А нужно будет поставить еще, наверное, ветрогенератор. Так, а что у нас тут? Подождите-ка. Ветрогенератор. Есть у нас ветрогенератор. Базовая производительность 5. Вырабатывает энергию. Пылевые бури и расположение на больших высотах повышают производительность. Окей, мы с этим разберемся. А что у нас по исследованию? По исследованию у нас все изготовлено. Подземные нагреватели. Новая постройка. Поднимает температуру в холодных областях. Защищает ближайшие постройки от аномального холода. Потребляет воду. Пока не будем. Так, рекламный отдел считает, что нужно больше освещать положительную сторону жизни на Марсе. Пока нас это не интересует. Улучшенные марсианские двигатели. Так, ограниченные запасы производимого на Марсе топлива заставили нас искать и найти способы увеличить эффективность ракетных двигателей. Биотехнологии. Давайте грибную ферму пока изучать. Двигатели, наверное, у нас будут следующим этапом. Так, ну что, как у нас дела тут по скорости? В принципе, все достаточно быстро у нас тут происходит. Растянулась у нас наша колония на большой промежуток земли. На большой промежуток марсианской поверхности. А вот сейчас мы смотрим. Панелька. Приходит день. Панелька сейчас у нас раскрывается. И заводик пошел работать. Акваэкстрактор. Ребят, здесь все получилось. Здесь все работает. Кислород начинает наполнять бак. Купол. Купола это жилые мега сооружения, в которых будут обитать будущие колонисты Марса. На постройку купола уходит много времени и ресурсов. Как следует подумайте о месте размещения своего первого купола. В него должны поступать вода и кислород. А в непосредственной близости от купола должна найтись работа для колонистов, ребят. Ну что, купол мы обязательно создадим. Но сделаем это уже непосредственно в следующей серии. Сейчас мы приостановим пока, наверное, нашу скорость чуть-чуть на первую. Да? Пусть будет у нас одна стрелочка. Живем мы с вами 8 сол. Ребят, вот такая вот игра. Это самое начало. Большое спасибо, что досмотрели серию до конца. Будем дальше продолжать выживать. Мне все очень нравится. Надеюсь, вам тоже. Если это так, не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был Юрий Кот. А пока, мои хорошие, всем до новых встреч и до новых видео. Скоро обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok